Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона актёр Костя Суханов. Мы продолжаем серию рассказов о Марике Сардара. И сегодняшняя вещь, она историческая и немного даже философская. Устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в горы. Амарике Сардар. Во имя братства. Перевод с курдского языка Нора Сардарян. Деревня, где жили только курды, была расположена на склоне горы и подчинялась голове племён Тамирбеку. Вокруг неё было разбросано несколько армянских и курдских деревень, также подчинявшихся Беку, и живущие в них сельчане были добрыми соседями и близкими друзьями. Если в армянской деревне кто-то умирал, курды непременно шли на поминки, армяне тоже, в свою очередь, всегда ходили к курдам, будь то похороны или празднества. Так повелось издавна, и ещё никто не мог бы припомнить ни одного случая, чтобы между соседями пробежала чёрная кошка. Трудные минуты все как один приходили друг другу на помощь. Бывало так, что если разбойники нападали на какую-нибудь деревню, то курды и армяне, живущие по соседству, непременно приходили на помощь и, догнав налётчиков, сражались с ними до тех пор, пока не отвоёвывали награбленное. Нередко случалось и так, что курды в погоне и драке с разбойниками, побывавшими в армянской деревне, даже теряли своих людей. Армяне, равно как и курды, тоже горой стояли за своих соседей и также несли потери. Именно поэтому разбойники уже не решались соваться в те места. Сплочённость и взаимовыручка курдов и армян основательно их отпугнула и умерила аппетиты. В той курдской деревне жили представители одного рода. Это были очень миролюбивые и спокойные люди, но когда наступали трудные дни, один их мужчина мог стоить целых двадцати. Главой рода был Тамир Бек, человек чести и совести, и его слово было для всех законом. Несколько месяцев назад он женил единственного сына Кулихана и привёл в дом молодую невестку. Все распоряжения и наказы, касающиеся жизни деревни, исходили от него. Он был человеком умным и повидавшим свет. Несколько раз бывал в Стамбуле и вообще объездил всю Турцию. Сам был человеком грамотным. Несколько лет учился в Мадресе. И хорошо узнал о том, что творится в мире. Примечание. Мадресе. Мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Как настоящий хозяин своего слова, он однажды, пообещав что-то, готов был положить голову, но исполнить данное обещание. А ещё Тамирбек был очень справедлив. Несмотря на то, что он был главой рода, ещё не было случая, чтобы он использовал своё положение или принял необъективное решение. Армянские деревни, расположенные вокруг, подчинялись ему. Вернее, были под его руководством. К армянам он относился очень хорошо. И, зная это, никто не осмеливался их обижать или зариться на их имущество. Если всё же находился такой смельчак. Тот Тамирбек немедля его наказывал и без колебаний выгонял из своей деревни и племени. Прогнав таким образом несколько человек, Тамирбек сумел добиться того, что для остальных это стало уроком. А в целом, люди в племени Тамирбека жили дружно и сплочённо, как одна семья. И то, что там почти не совершалось плохих дел и царил мир, не давало покоя многим Бекам и Ага, живущим по соседству. Они завидовали Тамирбеку. И особенно им не по душе было его доброжелательное отношение к армянам. «Ещё немного, и Тамирбек повесит себе на шею крест и станет христианином!» Злословили они, стараясь высказываться в присутствии таких людей, которые не применумли бы донести до него эти слова. И сказанное, кстати, очень быстро доходило до Тамирбека. Но тот лишь усмехался в усы и сохранял невозмутимый вид. Вечером же, когда в его Ада собирался народ, он сперва рассказывал присутствующим об услышанном и, не дожидаясь ничьей реакции, вскидывал голову, обводился хорлиным взглядом и начинал свою речь. Примечание. Ада. Комната в деревенском доме, где зимними вечерами собирались односельчане скоротать время. Они глупы и не понимают, что судьбы обоих народов связаны. Сейчас турки относятся к нам нормально и заигрывают с нами, чтобы мы не сблизились и не объединились с армянами. А все потому, что люди знают, если курды и армяне объединятся, то властям с ними не справятся. Оттого и делают все, чтобы посеять вражду между нами, поднять друг против друга, самим потом встать в сторонку и посмеиваться над нами. Вы хоть раз слышали о том, чтобы армяне сделали нам плохое? Клянусь именем Отца и всеми присутствующими. Уверяю вас, я ничего подобного не слышал. Ну и что, если у нас ни одна религия, ни одна вера? Каждому свое. Ради Бога. Возьмем хотя бы турецкое руководство, которое с нами одной верой. Оно что, мало нам делает плохого? Если хотите знать правду, то настоящим человеком и патриотом следует считать того, кто приумножает число не врагов, а друзей своего народа. Ведь народ по большому счету подобен семье. И как по-вашему, что будет лучше, если у нее будет больше врагов или друзей? Особенно у небольших и подневольных народов, подобно нашему. Мы не имеем права иметь врагов, ни больших, ни малых. Не зря же в народе говорят, пусть даже мышь не станет врагом. Потому что она хоть и мала, но тоже может быть вполне опасна. Например, незаметно подползти к спящему и выгрызть ему глаза. Тамир Бек говорил и внимательно смотрел на каждого из присутствующих, чтобы ничего не упустить из их реакции и понять без слов, как они воспринимают то, что он им говорит. При этом он машинально доставал из-под подушки, на которую опирался локтем, небольшую табакерку, открывал ее, нюхал табак, потом, вынув полоски хорошей бумаги, клал в них немного табака, заворачивал в трубочку, смачивал губами бумагу, стараясь, чтобы она не развернулась и не слиплась, зажимал губами завернутую папиросу, доставал кремень, клал сверху уголек, высекал кремнем искорку, которая зажигала уголек, затем осторожно раздувал огонь так, чтобы мог уже прикурить, и только тогда, не спеша, прикуривал. Все это он проделывал с нескрываемым наслаждением и смаком. Сладко, затянувшись папиросой разок-другой, он задумчиво пускал кольца дыма над головой, и только после этого спокойно и рассудительно продолжал начатую речь. Те наши глупые беки и ага, враги не только армян, но и нашего народа тоже. Они льют воду на вражескую мельницу, сеют вражду между курдами и армянами, и тем самым лишь облегчают дело врага. Они не знают, что мы, курды, будем полезны Турции только до тех пор, пока есть армяне. Как только не станет армян, Турция тотчас же примется за нас и истребит всех до единого. Даже если к тому времени меня уже не будет в живых, вот увидите, все будет именно так, и слов моих не забывайте. А у нас и у руководителей армян должна быть своя голова на плечах, чтобы чувствовать это и знать, кто наш друг, а кто враг. Те наши глупцы не могут этого понять. Им кажется, что турки всегда будут нам друзьями. Сейчас они нам друзья, потому что мы им нужны. А что будет завтра, послезавтра? Человек не должен думать только о сегодняшнем дне. Тот, кто не печется о завтрашнем дне. Хуже покойника. А завтрашний день для нас и армян связан между собой. Правда, как среди наших беков и ага, так и среди их руководителей есть неумные и недальновидные люди. К сожалению, очень часто им удается сеять вражду между двумя народами. Вы все хорошо знаете, что я обошел всю Турцию вдоль и поперек и клянусь уважаемым присутствующим. Я повидал многое и пришел к такому мнению. В Турции самые надежные друзья курдов — это армяне. Да, наша вера, наша религия разная, но судьба у нас одна. Все мы живем на одной земле. У нас много похожего в обычаях и характере. И у нас один враг — это Турция. Присутствующие слушали молча и сосредоточенно. Они знали, что Тамирбек не станет зря говорить, что он имеет веские основания и уверен в каждом слове. А еще они знали, что меньше всего на свете Тамирбек хотел бы сталкиваться и иметь дело с турецкими чиновниками. Но внешне он никогда не выдавал своих чувств, а встречал и провожал каждого из приезжающих в деревню должностных лиц по всем законам гостеприимства и радуши. Зачем на пустом месте наживать лишних врагов? После их ухода говорил он своим близким. То, что в сердце, пусть останется в сердце. Когда настанет нужный день и час, тогда и надо показать, какой ягненок из какого загона. Тамирбек был не только мудрым и остроумным, но и храбрым и бесстрашным человеком. Говорят, однажды в лесу повстречался ему медведь. И надо же такому случиться, что в тот день Тамирбек был один и без оружия. Медведь набрасывается на него, а он, не растерявшись, крепко хватает его за макушку. Медведь начинает реветь, мотаясь головой, широко разевает пасть. Тамирбек, недолго думая, засовывает другую руку зверю прямо в горло, аж по самый локоть. Медведь хрипит, бьется и, в конце концов, задыхается и падает на землю. Тамирбек оставляет его на месте, приходит в деревню и отдает мужчинам распоряжение собрать арбу и поехать привезти тушу убитого медведя. Говорят, проклятый был величиной с целого вала. Поглазеть на него сбежалась вся деревня, и люди просто ахли от удивления, поражаясь тому, как Тамирбек в одиночку сумел справиться с таким огромным медведем. Каждый вечер в вода Тамирбека собирались мужчины. У каждого было свое место. Тамирбек сидел повыше всех, занимая место хозяина дома, а по обе стороны от него, вдоль стены, напротив друг друга усаживались гости. Каждый опирался локтем на подушку, но самой красивой была подушка Тамирбека, украшенная яркими лентами и вышитая золотистыми нитками. За ужином присутствующие развлекали друг друга разными рассказами. Все главные вопросы, связанные с жизнью деревни, решались Тамирбеком там же, в этой ада. И каждое принятое решение было окончательным. Не дай бог, если кто-то осмеливался его нарушить или поступить наперекор. Тамирбек строго за это наказывал. Случалось, что между сельчанами возникала ссора. Если Тамирбек вмешивался в это дело как посредник, то враждующие непременно мирились. Все уважали и считались с Тамирбеком не только как с главой деревни Ирода, но и как с человеком мудрым, доброжелательным и знающим. Среди армян он также пользовался большим уважением. Было немало случаев, когда армяне из соседних деревень просили его помощи в примирении своих враждующих. И Тамирбек с готовностью шел туда. Непременно решал это дело, а потом, довольный результатом и со спокойной совестью, возвращался обратно. «Хозяйство, которым владел Тамирбек, было средним и не таким уж богатым». «Ну, что Бог послал», — говорил он, и был вполне доволен тем, что имел. Несмотря на то, что в деревне было немало семей, намного богаче него, он никогда никому не завидовал и относился к этому очень спокойно и даже по-философски. «Каждому свое и каждому, дай Бог», — говорил он, когда в ада заходил разговор о богатстве. «Заработок, добытый обманом, впрок не идет. Достанет мой грех для вас добрым началом. Держитесь подальше от таких вещей». «Все бесчестное выходит человеку боком. Ведь в мире нет ничего лучше добрых дел. Когда вечером кладешь голову на подушку, вспоминаешь все сделанные за день дела и видишь среди них что-то хорошее, у тебя на сердце становится легко. Ты спокойно засыпаешь и спишь до самого утра. Такой человек достоин только похвалы и глубокого уважения». Его ода была как школа, в которой не только учили, но и воспитывали. Дети, сидевшие на полу, становились слушателями самых разных рассказов о добрых делах. Они, затаив дыхание, жадно внимали каждому слову, и никто не осмеливался вернуть что-то свое. А если такое все-таки происходило, то Тамирбеку было достаточно только повернуться к оплошавшему и оглядеть его недовольным взглядом. Тогда тот, кто ляпнул лишнее, сразу же замолкал и виновато втягивал голову в плечи. После небольшой паузы Тамирбек неторопливо и сдержанно продолжал прерванную речь. «Человек должен знать, где и что говорить. Мужчины в своем кругу должны выражаться так, как подобают мужчине, но чтобы при этом их слова не оскорбляли слух остальных присутствующих. Но когда рядом дети, нужно быть еще более осторожными и осмотрительными, потому что слух детей как губка впитывает все сказанное взрослыми. Как будут выражаться взрослые, так будут и воспитываться дети. И вы никогда не должны забывать об этом». В деревне плохое случалось редко. А если и происходило, тот Амирбек никогда не допускал, чтобы в дело вмешались турецкие чиновники. Вернее, делал все, чтобы никакие слухи о происшедшем до них не дошли. «Чем дальше от них, тем лучше», — говорил он, и, собрав у себя вода несколько мужчин, с чьим мнением считался, Амирбек вместе с ними решал, что делать дальше. В течение нескольких дней проблема непременно решалась. Если имело место воровство, то вороны ходили и наказывали. Если же ссорились соседи, они активно посредничали и примеряли враждующих. Турецкие чиновники появлялись в деревне только тогда, когда нужно было собрать налоги. И еще до их прихода Амирбек говорил своим сельчанам, «Чем раньше мы избавимся от этих негодеев, тем лучше. Даже если они уберутся отсюда на час раньше, и то будет в нашу пользу. Как говорится, встретить волка к удаче в пути, но все же лучше с ним не встречаться. Да накажет их бог, да повстречаются им черные леса. Чем дольше они будут оставаться в деревне, тем больше вероятность, что они вытворят что-то плохое». Примечание. Как считают курды, черные леса — знак несчастья. «А зачем нам это нужно? Все равно мы должны платить. Лучше сделать это побыстрее». Власти в целом не имели каких-то серьезных поводов быть недовольными Амирбеком. Его деревни вовремя исправно платили налоги, в них было все спокойно и никаких преступлений вроде не совершалось. Впрочем, именно последнее обстоятельство было не по душе чиновникам, потому что лишало их возможности урывать себе немалые взятки. Но если не подворачивался удобный повод, что они могли поделать? Амирбек был человеком умным и уравновешенным, и знал, как нужно вести себя с людьми такой породы. Когда должностные лица приезжали в деревню, он брал их к себе домой, оказывал им радушный прием, а потом провожал в обратный путь. И эти несколько курдских и армянских деревень жили под его руководством тихо, мирно и дружно. Уже минуло два года, как мир погрузился в смятение и всеобщее бедствие. Страны воевали друг с другом, и искры этой большой войны разлетались и достигли тех нескольких деревень, где жили армяне и курды. Многих молодых парней призвали в армию, а налоги и сборы непомерно увеличили. Турецкие чиновники зачастили в тех края и под разными предлогами задерживались там как можно дольше. Но намного чаще они наведывались в армянские деревни. «Видимо, проклятая Турция что-то задумала, вот только пока не пойму, что именно», — говорил Тамербек своим близким людям и задумчиво качал головой. «Интересно, зачем они так часто ходят к армянам? Что там вынюхивают?» Была ранняя весна, уже появились первые проталины, как разнесся слух, что Турция истребляет армян и начала их резню в долинных областях. Услышав об этом, Тамербек незамедлительно созвал к себе вода несколько почтенных и уважаемых в деревне мужчин. «Вы все хорошо знаете, что мы с армянами друзья еще с давних пор», — обратил сон к собравшимся в своей обычной, неторопливой и спокойной манере. «Мы проливали кровь друг за друга. Не раз и не два случалось так, что армяне положили свои головы, отвоевывая и возвращая назад наше похищенное имущество. Они, как родные братья, были с нами и в хорошие, и в тяжелые дни. Теперь же Турция хочет истребить и вырезать этот невиновный народ, а некоторые глупцы в лице наших беков и ага вовсю подыгрывают властям и участвуют в этой подлой резне. И мы должны не только держаться подальше от этого кровопролития, но и обязаны всеми силами защитить армян и оказать им помощь. «Правда, наши несколько деревень не могут воевать со всей Турцией, но мы не имеем права оставаться в стороне и должны что-нибудь придумать. Я всегда вам говорил, у нас и у армян один враг — это турецкое правительство. Сегодня оно истребляет армян, а завтра примется за нас. Теперь вот что мы должны сделать. Прежде всего нужно послать людей в армянские деревни и предупредить их, чтобы они ко всему были готовы. И оповестить их о том, что они не только могут быть спокойны на наш счет, но и если понадобятся, могут также рассчитывать на нас. И другое. Мы сами тоже должны быть готовы и быть во всеоружии. Среди нас нет ни одной семьи, где не было бы оружия. Так вот, надо быть наготове. Того и глядишь, дело дойдет до войны, и нас не должны застать врасплох. Если я хоть к краю муха услышу, что кто-то из курдов сделал армянам что-то плохое, я убью его собственными руками. Может случиться и так, что армяне побегут и в поисках убежища придут в нашу деревню. Тогда мы должны сделать все, чтобы спрятать их всех, от мала до велика, причем спрятать так надежно, чтобы ни одна живая душа не смогла бы что-то разнюхать и найти хоть одного из них. Ну идите, готовьтесь и передайте всем в деревне то, что я сейчас вам сказал. Тамир Бек, начавший свою речь со спокойного и рассудительного тона, сам того не почувствовал, как в нем постепенно стал нарастать и закипать гнев. Обычно, всегда произносивший свои речи сидя, Бек на этот раз не мог усидеть на месте. Он раздраженно шагал по ада, туда и обратно, хмурил лоб, а в глазах сверкало еле сдерживаемое негодование. Мужчины встали и молча разошлись. Вскоре в соседние армянские деревни была разослана весть о том, что курды того племени не только не будут участвовать в бесчинствах против армян, но и готовы защитить их и оказать всяческую помощь. Это была горная местность, находящаяся вдалеке от дорог, и редко когда нога турецких аскеров ступала по тем местам. Турецкое руководство в своих планах по истреблению армян делало большую ставку на курдов и хотело сделать это грязное дело их руками. Вот почему в начале весны приезда турецких чиновников те края весьма участились. Они приходили к Тамирбеку домой и от имени правительства требовали, чтобы он организовал погромы живущих на его территории армян. Но Тамирбек неизменно умудрялся обводить вокруг пальца таких посланников и каждый раз провожал их ни с чем. Так было ни раз и ни два. И в один день турецкий чиновник, понимая, что Тамирбек снова дурачит, его и ловко вводит за нос, взял и сказал ему в лицо. «Тамирбек, видно, ты не хочешь трогать этих геуров, которые шпионят для русских и хотят свергнуть Османскую империю. Ну что ж, бог тебе в помощь. Потом мы все учтем, кто и что делал для страны. Если так, то мы будем вынуждены отозвать войска с линии фронта и перебросить их сюда, чтобы указ правительства был выполнен. Ты сам знаешь, что это значит и с каким большим риском это связано. Выходит, что мы ослабляем фронт для того, чтобы справиться с внутренним врагом. И как можешь ты, фактически должностное лицо в Османской империи, и, наконец, как мусульманин, отказываться наказать этих проклятых геуров, этих русских шпионов и врагов нашей Родины? Тамирбек смотрел на него из-под лобби и прекрасно понимал, куда тот клонит и какие использует для этого уловки. — Какой же ты подлец! — думал он. — Вы все одинаковые. Среди вас нет ни одного нормального человека. У вас на уме одна подлость. — Я знаю! И чиновник вдруг резко сменил свой тон, и в голосе зазвучали подхалимские нотки. — Достаточно одного твоего слова, чтобы все курды твоего племени поднялись и разделались с этими геаурами. И мы ждем именно этого твоего слова, Тамирбек. И уверяю тебя, я лично буду ходатайствовать за тебя перед Каймакамом. Примечание. Каймакам. Глава администрации уезда в Османской империи. — Обещаю тебе, если это дело будет сделано, ты получишь не только большой подарок, но и воинское звание, что позволит тебе всю жизнь жить безбедно. А если нет, то мы приведем сюда войска. Только потом на нас уже не обижайся. Чиновник произнес последнюю фразу с явной угрозой и при этом пристально посмотрел Тамирбеку прямо в глаза. — Эфенди, ты знаешь, я не трус. Повысил в ответ голос Тамирбек. — И не продажный. Мне вполне хватает того, что у меня есть. Что касается войск, то это уже как пожелаете. Хотите — приводите. Не хотите — не приводите. Я скажу тебе прямо. Тамирбек в конец рассердился и хотел сказать турку все как есть. Ни один курт из моего племени не будет участвовать в истреблении армян. Наша дружба идет со времен дедов и прадедов. Мы ели хлеб друг друга. Были рядом друг с другом в горе радости. И мы не можем этого сделать. Я одного не могу понять, что сделали эти несчастные, в чем провинились, за что правительство намерено их истребить. Неужели только из-за того, что у них вера и религия другая? Нет, Эфенди, конечно, мир твоему приходу, но я не могу пообещать тебе этого. Я не могу на пустом месте поднять людей друг против друга. А правительство Османской империи возлагало на тебя большие надежды. Что ж, если ты отказываешься, не забывай об этом, — сказал с угрозой чиновник и встал. А ты меня не пугай, и Тамербек тоже поднялся с места. Здесь твои угрозы не пройдут. Да и ты не тот человек, который мог бы мне это говорить. Когда придет время и будет нужно, я скажу, почему курды моего племени не участвовали в этом деле. Ну и что, голубчик, что ты должностное лицо? Это не дает тебе право говорить лишнее. Ты сегодня сказал много того, чего не должен был себе позволять. И если бы ты не был моим гостем, я бы знал, как тебе ответить. И учти, я не тот человек, с которым можно так разговаривать. Я не сказал тебе ничего плохого. Чиновник явно не ожидал такого натиска и уже пошел на попятна. Я лишь передал тебе указ правительства. Ты обижаешься. А я тебе ответил, что курды моего племени не могут выполнить твой указ. Мне пойти и так передать? Иди передай. Но передай только то, что я сказал. Ничего не выдумывай и сверху не добавляй, потому что я знаю, это у вас в крови. Говоришь, говори. Мне наплевать. Чиновник бросил на Тамербека злобный взгляд. И не надо на меня так смотреть. Спокойно отозвался Тамербек. Что у вас в характере, я то и сказал, голубчик мой. Так что ж тебе не нравится? Хотя, нравится тебе или нет, мне все равно. Я уже ответил на твой вопрос. Турак, даже не попрощавшись, в бешенстве вышел из дома Тамербека. Тамербека вскочил на коня, сказал ожидавшему его жандарму что-то на ухо. Потом пришпорил коня, и оба ускакали прочь. Тамербек, недолго думая, послал своих посыльных за известными и уважаемыми людьми своего племени, а также к армянам, чтобы те отправили к нему своих представителей. Сам же в ожидании стал нетерпеливо ходить по ада и не мог найти себе места. Правильно ли я поступил, сказав им мое последнее слово, или я поспешил? Думал он. Все равно, рано или поздно, но они бы поняли, что мы не будем участвовать в их грязных делах. Так пусть с сегодняшнего дня об этом и знают. На данный момент исключено, чтобы власти решились бы применить против нас курдов силу. Они сейчас заняты вопросом армян, и поэтому ни за что не пойдут на это. Что-что, но они прекрасно осознают, что если курды и армяне объединятся, то с ними не справятся. Нет, я правильно сделал, что так ответил тому псу. Пришел ко мне домой и позволяет тебе так разговаривать. Вчерашний сопляк, а как себя ведет? Еще никто не смел так разговаривать со мной. Ни таким языком, ни таким тоном. Ну и что, что ты должностное лицо, что ты турок, и ты думаешь, что это дает тебе право так разговаривать с кем бы то ни было, да? Да? Говори да не заговаривайся, сукин сын, знай меру. Иди к черту. Амир Бек остался доволен своим поступком. И немного постыв, присел, достал свою табакерку и свернул папиросу. Вода зашел его сын Кулихан и подошел к отцу поближе. Из его разрешения, даже если бы мир перевернулся, сын никогда не позволил бы себе сесть в присутствие отца. Бек кивком головы указал Кулихану на место рядом с собой, и тот присел. — Отец, ты извини, но что случилось? Почему ты так сердито говорил с тем турком? — спросил он. Амир Бек повернулся к сыну, задумчиво посмотрел на него, потом, немного помолчав, спокойно ответил. Все дело в том, сынок, что Турция — подлая и проклятая страна, и на ее власти нельзя надеяться. Им ничего не стоит заискивать перед тобой и фальшиво подлизываться. За спиной они способны устроить такую подлость, что вовек не забудешь. Помнишь, как в свое время турки заигрывали с армянами и даже включили их в состав своего Меджлиса? Примечание. Меджлис. Турецкий парламент. А сегодня они принялись истреблять этот безвинный народ, и без суда и следствия вырезают всех. Мало им было этого, так они еще вздумали и нас вовлечь в это грязное дело. Тот турок, который приходил к нам домой, требовал от меня, чтобы я отдал приказ нашим курдам уничтожить всех армян в соседних деревнях. Вот, сынок, что вытворяют власти. И это их настоящее лицо. Ведь недаром наш народ говорит «подлая Турция». А что такого сделали армяне, что их хотят убить, отец? Удивился сын. Да ничего, бедные армяне, не сделали. Живут себе люди тихо, спокойно, — ответил Тамербек. Турки нарочно ищут повод и обвиняют их, бог знает в чем. Сегодня они истребляют армян, а завтра примутся за нас, чтобы эта страна осталась только туркам. А некоторые наши полоумные агаи-беки этого не понимают и вовсю поддерживают турецкое правительство. «Сынок, попомни мои слова. Вот увидишь, придет день, и все будет так, как сказал твой отец. Из-за проделок этих глупцов мы еще будем локти кусать и бить себя по голове, но будет уже поздно. Поэтому мы должны защитить их, и если понадобится, возьмем в руки оружие и вместе с ними будем воевать. Пока отец с сыном вели разговор, вода постепенно собрались те, за кем посылал Тамербек. Увидев, что все в сборе и ждут его слова, бег степенно начал. «Уважаемые присутствующие, я собрал сегодня вас по одному вопросу и хочу с вами посоветоваться. Мы тебя слушаем, говорит Тамербек», — заговорили все разом. Уже несколько раз ко мне приходят турецкие чиновники и от имени правительства передают, чтобы мы, здешние курды, участвовали в уничтожении наших друзей армян. И каждый раз мне удавалось водить их за нос и выпроваживать ни с чем. Но сегодня у меня был один, который так обнаглел и распустил язык, что я разозлился и прямо ему ответил, что мир перевернется, но мы, курды нашего края, никогда не пойдем на это. Я сказал, что участие в таких грязных делах не подобает нашей породе, потому что мы ели с ними один хлеб и не можем бросить это под ноги и растоптать. А он стал угрожать мне, мол, если так, то правительство пошлет сюда свои войска и с их помощью сделает свое дело. Тамербек немного помолчал, потом посмотрел в ту сторону, где сидели армяне. Те тоже молчали и лишь внимательно смотрели Беку прямо в глаза. «Вы наверняка в курсе того», — продолжил свою речь Тамербек, — «что в последнее время в городах, в долине убивают армян без разбора, будь то ребенок или взрослый, а теперь к этому гнусному делу хотят привлечь и нас. Я уверен, ни один курд не пойдет на такое, и, видимо, правительству это понятно, поэтому вполне может быть, что оно пошлет сюда свои войска. Мое мнение таково, нам и армянам нужно быть начеку, оружие должно быть готово в любой момент, и связь между нами должна быть четко налажена. Когда мы увидим, что турецкие аскеары идут сюда, мы с армянами должны выступить против них, сообща. Мы не можем в такое трудное время оставить наших друзей одних. И мы будем воевать, кто с большими потерями, кто с меньшими, но обязательно будем. Герой, однажды родившись, однажды и уйдет. И я завидую тому человеку, который за правое дело жертвует своей жизнью. Я повторяю снова, и мое решение таково. Мы не оставим наших друзей-армян в беде. Настал час, и мы должны доказать, что наша дружба была не на один день. Во имя этой цели, если понадобится, мы готовы пожертвовать головой. А вы что скажете? Каково ваше мнение? Тамир Бек, закончив речь, спокойно и внимательно посмотрел на присутствующих. Наступило молчание. Каждый обдумывал то, что сказал Бек. — Да извини, Бек, я хотел кое-что сказать, — подал голос мужчина почтенного возраста. — Пожалуйста, мы тебя слушаем, — ответил Бек. Все невольно повернулись в ту сторону и посмотрели на попросившего слова. — Еще со времен отцов и дедов мы, армяне, жили бок о бок, — сказал старец. — За всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы армяне сделали нам что-то плохое. Мы с ними всегда были как братья. Так зачем же теперь мы должны идти на поводу у турок и сеять вражду между нами армянами? Эти люди всегда в трудную минуту приходили нам на помощь. Теперь пришло время, и мы обязаны доказать, что тот хлеб и та соль, которую мы ели вместе, не осквернены и не брошены нами под ноги. А у меня пятеро сыновей, и всех пятерых я готов послать на это дело. Я с тобой согласен. Сегодня настал тот день, когда нужно защитить правое дело, и мы должны быть готовы идти на жертву во имя этой цели. Старец закончил свою речь. Вслед за ним взяли слово несколько человек, и все они были согласны с решением Бека. Братья встал со своего места и обратился к присутствующим армянин по имени Вардан, человек известный, очень уважаемый и хорошо знающий курдский. «Говори, друг Вардан, только можно сидя», — сказал Тамер Бек. «Нет, ничего, я постою. Из уважения к почтенным присутствующим я готов стоять часами». «Уважаемые братья», — вновь повторил Вардан, — «позвольте мне от имени армян поблагодарить всех вас, от мала до велика. Но что мне сказать? Пусть Бог рассудит, кто прав, кто не прав. Что мы такого сделали Турции, что она взялась за наше истребление? У нас есть одна пословица, которая гласит, что настоящий друг проявляется в трудный день. «Сегодня такой день настал, и вы, курды нашего края, стоите за нас горой. Мы этого никогда не забудем. Мы также не забудем и то, что благодаря Тамер Беку и другим уважаемым присутствующим никто из курдов не сказал нам, армянам, ни одного худого слова. Да, братья, я с вами согласен, мы не станем покоряться Турции, мы будем с ней воевать. Мы боремся за правое дело, и виноватый должен быть побежден». Все присутствующие решили следующее. Каждый человек, каждая семья должна хорошо подготовиться, и как только турецкие войска пересекут рубеж и войдут на территорию края, сообща выступить против них. Домочадцы подали ужин, после которого гости попрощались с хозяином и разошлись по своим домам. Ту ночь Тамер Бек так и не смог уснуть. Он все думал о том, что делать, чтобы не нажить врагов в лице турок и при этом уберечь армян от резни. И сколько ни думал об этом, все больше убеждался в том, что другого выхода, кроме как совместного отпора врагу, у них нет. Прошло несколько дней. За это время никто из турок так и не появился. Ни чиновники в деревне, ни солдаты на горизонте. Чем дальше, тем больше приходили недобрые вести. Рассказывали, что в долине и в городах поубивали много армян, а остальных собрали и погнали куда-то, и никто не знает куда точно. Лишь только в племени Тамер Бека ни один армянин не пострадал. Каждый день Тамер Бек и Вардан, как ранее условились, обменивались посланниками и оповещали друг друга о том, что есть нового и какова обстановка. Та горная местность была труднодоступной и располагалась вдалеке от головных дорог. Попасть туда можно было лишь по одной дороге, да и та тянулась снизу. Если войска и пришли бы, то только по ней. Вот почему Тамер Бек и Вардан послали несколько человек наблюдать за дорогой, и если гонцы запаздывали, а иногда бывало и так, то Тамер Бек начинал беспокоиться и терять терпение, и, недолго думая, посылал за ними новых людей, чтобы побыстрее получить ответ. Турецкие войска не показывались, но Тамер Бек знал, что рано или поздно такой день наступит, и поэтому держал людей своего племени в полной готовности. Прошло еще некоторое время, и однажды гонцы привезли известие о том, что снизу поднимается турецкое войско. Тамер Бек отдал приказ незамедлительно оповестить об этом все племя, и чтобы все поднялись на отпор врагу. Еще заранее было запланировано перерезать туркам дорогу из ущелья, расположенного под деревней. Через несколько часов все мужчины племени собрались от Амир Бек и Вардан, разделили их и разослали по назначенным ранее местам. Сделали так, чтобы ущелье было окружено с разных сторон. За каждым камнем, за каждым деревом скрывался вооруженный курт или армянин и ждал прихода вражеских солдат. Гонцы привезли новую весть. Турецкие аскьяры уничтожают все на своем пути, убивают невиновных людей и идут вперед. А командующий пригрозил, что, мол, племя Тамер Бека разорю, а его самого поймаю и страшно накажу. Пусть сперва поймает. Хм, усмехнулся Тамер Бек, когда ему передали эти угрозы, и повернулся к своим вооруженным людям. Достану я жертвы вашим глазам. Вы сегодня должны доказать, что слава вас, как о бесстрашных мужчинах и доблестных героях, ненапрасно распространилась среди наших племен и аширатов. Примечание. Ашират по-курдски означает «община». Тамер Бек и Вардан в сопровождении двух групп вооруженных курдов и армян поскакали к ущелью. «Нам надо перерезать им путь», — сказал Тамер Бек Вардану. «Когда с обеих сторон ущелья наши ударят по туркам, те захотят из него выбраться. Но мы не должны допустить этого. Ни одна нога турецкого аскяра не должна коснуться нашей земли. Уж лучше погибнуть, чем отступить хоть на шаг». Обе группы заняли свои позиции и стали дожидаться прихода турецких войск. Спустя некоторое время с обеих сторон ущелья раздались выстрелы, направленные на непрошенных гостей. Несколько солдат было уложено на месте, и войско смешалось. Как ни озирались по сторонам командующей с офицерами, ничего не могли заметить, а тем временем пули продолжали сыпать градом. Войско, словно стадо, оставшееся без пастуха, впало в панику и не знало, как увернуться от непрекращающегося обстрела. Командующий отдал приказ идти дальше, и солдаты, оставив на дороге убитых и раненых, двинулись наверх. Свист пуль не прекращался. Аскяры тоже отвечали огнем, но их беспорядочные выстрелы уходили впустую и не наносили никакого ущерба курдам и армянам. Каждый из них был надежно укрыт. Врагу же некуда было спрятаться. Он был как на ладони и невольно становился легкой мишенью. Ущелье было довольно узким, и через него проходила неширокая дорога. По ней турецкие войска и продвинулись немного вперед. И тут по ним снова ударили вооруженные люди Тамирбека и Вардана. Аскяры остановились как вкопанные. Видно, и они взяли в толк, что не могут продолжать наступление. Уж слишком в невыгодном положении они находились и были под открытым прицелом у противника. Опять посыпался град пули, солдаты начали отступать, забирая с собой раненых и оставляя убитых. Чем дальше, тем больше курды и армяне теснили врага. И несмотря на крики и приказы офицеров отступать организованно, войско пустилось в беспорядочное бегство. Турки сбивали с ног друг друга, лишь бы спасти свою шкуру. По всей протяженности ущелья с обеих сторон укрывшиеся курды и армяне поливали врага огнем и, объединившись, вытеснили аскяров и погнали их далеко за тот рубеж, который считался территорией племени. Неприятель бежал, и верх одержали дружба и справедливость. По приказу Тамирбека несколько человек остались наблюдать за границей племенем, а остальные вернулись обратно. Оказалось, в сражении все же было убито несколько курдов и армян, но враг понес несоизмеримо большие потери. Тамирбек распорядился спуститься в ущелье, собрать тела убитых аскяров и похоронить их. Прошло некоторое время, и в один день от караульных пришло известие, что турки полностью отступили и ушли. Нескольких человек разослали также в соседние с племенем Тамирбека деревни, и посыльные, вернувшись, сообщили, что в тех краях тоже не осталось ни одного аскяра, что все они отступили и ушли в долину. И тем не менее Тамирбека, опасаясь оказаться застигнутым врасплох, оставил нескольких караульных, которым было строго приказано следить за дорогой. Как-то вечером Бардан и несколько армян пришли к Тамирбеку домой. Сели, поговорили о том о сём, поужинали, покурили, и Бардан обратился к Беку со словами. «Тамирбек, благодаря тебе мы прогнали турецких аскяров. Правда, и вы понесли потери, и мы, но Турция не достигла своей цели. И вам, и нам хорошо известно, что в других местах было убито много армян. Если кто и остался в живых, никто не знает, куда их погнали и что с ними сделали. Да, турки ушли, но ведь ты знаешь, на какую подлость способны власти, и я уверен, что однажды они нам это припомнят. И теперь мы пришли к такому мнению, что нам невыгодно и даже опасно оставаться здесь. Армения недалеко, вот мы и решили собраться и ночью тронуться в путь, перейти границу и уйти отсюда. Я знаю, Турция не забудет это своё унижение, и рано или поздно с тебя спросят, почему погибло столько турецких солдат. Да станет мой грех для тебя добрым началом. Всё взвали на нас. Скажи, что ничего не знал, что, мол, армяне в тайне от меня взяли оружие и защищались. Мы не хотим, чтобы из-за нас пострадали вы. А нас к тому времени уже здесь не будет. Мы будем далеко, и ничего с нами они не смогут сделать. Сегодня мы пришли к тебе домой и хотим сказать, что уйдём. И мы никогда не забудем того, что сделали для нас наши друзья-курды. Как они в трудные времена пришли нам на помощь, да ещё и потеряли своих храбрецов во имя этого братства. Разреши нам, нескольким армянским деревням твоего племени, собраться и уйти. Правда, нам нелегко покидать свою родину, оставлять здесь могилы наших предков, наши родные горы. Но что ещё нам остаётся делать? У нас нет другого выхода. Мы должны идти. Оставаться здесь нельзя. Нас всё равно перебьют, да и вы за нас втянетесь в ещё больший конфликт с властями. И нам не хочется, но уходить надо. Как подумаю о том, что оставлю здесь всё и уйду, сердце обливается кровью, но другого пути нет. Выход только один — уйти как можно быстрее, пока власти не послали сюда ещё больше своих аскеров. Я как брата тебя прошу, вину за убитых турок взвали на нас, армян, чтобы они вас не тронули. Ты прости своего брата. Я бы хотел к сказанному добавить ещё кое-что. Говори, друг Вардан. Сказал Тамербек, и было видно, что слова Вардана сильно его расстроили. «Турция очень хитрая и коварна», — продолжал свою речь Вардан. «Сегодня она заигрывает с некоторыми курдскими вождями, даёт им взятки, чины и склоняет на свою сторону, потому что сейчас ей это выгодно. Она двуличничает и хочет рассорить между собой армян и курдов, чтобы они не объединились, и чтобы потом ей было легче расправиться с ними по отдельности. Запомни этот день, когда мы пришли к тебе домой, и я тебе сказал, что мы уйдём. «Если Турция не сотворит с курдами то же, что и с нами, с армянами, то знай, я ничего не понимаю в этой жизни. Очень жаль, что в своё время наши и ваши руководители не нашли общий язык. Если бы не это, то оба наших народа были бы сейчас в другом положении. Конечно, так не должно было случиться, но всё же случилось. Ты извини меня, Тамир Бек, этим вечером я тебя утомил. Что поделаешь, я сам расстроен и не могу сдержаться. Если я и сказал что-то лишнее, ты прости своего брата. Но клянусь этим хлебом, я говорил, от чистого сердца». Вардан замолк, потом достал свою табакерку, завернул папиросу и закурил. Разок-другой тяжело вздохнул. Присутствующие тоже напряжённо курили, словно надеялись с помощью табачного дыма хоть немного заглушить свою душевную боль. Но это была не та боль, ослабить которую помогли бы одна или две папиросы. Она камнем лежала на сердце, и с ней не так-то просто было справиться. Тамир Бек тоже закурил и долго молчал. Он думал над тем, что сказал ему Вардан, и у него щемело сердце. Слова Вардана были для него полной неожиданностью. Ему ни разу не приходило в голову, что армяне его племени могут собраться и покинуть эти места. Но, думая над словами Вардана, он понимал, что тот прав. Положение действительно очень серьёзное и должен быть найден выход. А тот вариант, который предложили они, казался самым верным. Тяжело выдавать своему другу согласие на его отъезд, когда знаешь, что можешь больше никогда его не увидеть. Но другого пути не было. Да-да, самый верный путь тот, о котором сказал Вардан. Тамир Бек, погружённый в эти невесёлые мысли, не сразу заметил, что присутствующие не сводят с него глаз. Они ждали его ответа, от которого зависело многое. И Бек, наконец, прервал затянувшееся молчание. Друг Вардан, попавшим голосом сказал он, «Хоть бы всего этого ты мне не говорил. Я тебе правду скажу. Клянусь головой сперва твоего сына, потом моего. Мне очень тяжело. Я сильно расстроен. Но что поделаешь, я вижу, что вы правы в своём решении. Да, я никогда не хотел бы, чтобы вы ушли из моего племени. Но если вы так решили, идите. И да пошлёт вам Бог удачу. Я тоже понимаю, что здесь вы можете пострадать, если не сегодня, то завтра. Идите. Вам счастливо. Но помните одно. Это жизнь. И всё может произойти. Кто знает, вдруг случится так, что голубоглазые русские сумеют обуздать Турцию, и вы сможете вернуться. Тогда будьте уверены в том, что когда вы вернётесь, то увидите свою деревню точно такой, как если бы вы оставили её весной перед уходом на горные пастбища. А осень возвратились бы обратно. Хочу уверить вас в том, что в ваше отсутствие никто, ни одна живая душа не прикоснётся к вашей деревне. Об этом можете не беспокоиться. Хотя, если честно, сейчас это не так уж и важно. Тамирбек тяжело вздохнул, выпил воды и продолжил. Я хочу сказать вот ещё что. Я никогда вас одних не отправлю. Кто знает, вдруг в дороге что-то случится. Проводники у вас есть? Есть, есть, поспешил ответить Вардан. Некоторые наши люди хорошо знают дорогу. Ещё до войны они занимались торговлей с армянами России и часто ездили туда и обратно. Наши люди тоже хорошо знают дорогу, кивнул Тамирбек. В своё время они добирались аж до самого Тифлиса. Бек сделал небольшую паузу и продолжил. Я не случайно спросил тебя об этом. Хорошо, что у вас есть опытные люди, и всё же я со своей стороны тоже выделю вам проводников, и не только их, но и несколько вооружённых человек. Они будут с вами до тех пор, пока вы не перейдёте границу. — Зачем столько беспокойства? — возразил Вардан. — Мы сами можем добраться до места. — Нет, друг Вардан, с вами обязательно должны пойти мои люди. Вас многое, все с теми имуществом, а на дорогах полно воров и разбойников. Твёрдо сказал Тамирбек. — Пусть едут с вами, ничего с ними не станется. От этого вреда не будет. — Да, я знаю, что от этого вреда не будет, только я не хотел бы доставлять вам столько хлопот. Но если ты считаешь, что это необходимо, пусть будет так. А за твою заботу мы только благодарны. Друг Вардан с горечью произнёс бег. Я всегда говорил, что мы и армяне должны поддерживать друг друга. В противном случае Турция может легко сломать нас, как тонкий прутик, и выкинуть прочь. Ты ведь знаешь, я маломальски грамотный человек и знаю историю. Всякий раз, когда армяне и курды объединялись, враги не могли с ними справиться. Я обошёл всю Турцию, встречался со многими курдскими ага и беками, и когда бы не зашла речь об армянах, я каждый раз говорил им это. Но, к сожалению, некоторые из них погнались за собственной выгодой, вернее сказать, продали свой народ за несколько турецких корушей. И теперь защищают это грязное дело, которое творят власти. Сегодня мне за них стыдно. Не надо стыдиться, Тамир Бек, — сказал Вардан. Мы так тебе благодарны, что нет слов. Ты сделал такое доброе дело, какое в это тяжёлое время брат не сделал бы для брата. Как мы можем это забыть или же быть неблагодарны? Друг Вардан, — отозвался Бек. Я был обязан, я не мог этого не сделать, я сделал то, что подсказало моё сердце, моя совесть. Разве я мог забыть о нашем соседстве, о нашей дружбе и о ваших добрых делах? Поэтому я прошу тебя воспринять это не как добро, а как долг дружбы и братства. Значит, решено. Мои люди будут с вами, пока вы не перейдёте границу. Я также напишу бумагу вождям тех курдских племён, через которые будет проходить ваша дорога. Пусть они тоже со своей стороны окажут вам помощь, чтобы ваши беженцы благополучно добрались до места. И ещё. Я пошлю с вами моего Кулихана. Ни в коем случае. С нами будут твои люди, и совершенно незачем беспокоить Кулихана, — запротестовал Вардан. Нет, нет, пусть Кулихан не едет с нами. — Откуда я знаю, вдруг что случится? Он у тебя единственный, и если, не дай бог, что-нибудь произойдёт, я никогда себе этого не прощу. Кулихан был сыном Тамербека. Как уже было сказано, он был единственным ребёнком в семье. Недавно сыграли его свадьбу, и молодая жена уже ждала ребёнка. — Нет, Кулихан обязательно поедет с вами, — твёрдо сказал Тамербек. Пока он не вернётся и сам мне не скажет, что проводил вас, и вы благополучно добрались до места, моё сердце не успокоится. Кулихан уже не маленький. Пусть всё видит и сам учится распознавать друзей и врагов. Пока мужчина не попадёт в переделку и не пройдёт закалку, он не возмужает. Как ни отговаривали его Вардан и остальные армяне не посылать сына, Тамербек остался на своём. — Я сказал, и всё. Кулихан поедет с вами, не надо лишних разговоров. Непреклонно отрезал Бек, и все поняли, что продолжать об этом споры — пустое дело. Договорились, что армяне немешкая начнут приготовление к отъезду и послезавтра вечером тронутся в путь. Гости встали, попрощались и хотели было уйти, и как Тамир Бек, провожавший их до двери, вдруг заявил. — Я тоже приду вас провожать и поеду с вами до границы нашего племени. — Мало было всего, так ещё и это, — возразил один из армян. — Когда кто-то из родных уезжает на чужбину, разве его не надо провожать? — ответил вопросом на вопрос Тамир Бек. — Вы уезжаете, и я не знаю, когда вернётесь, и вернётесь ли вообще. Эту последнюю фразу он сказал по-армянски. — В конце концов, что тут особенного, если я и несколько всадников вас проводят? — Не спорьте напрасно. Я так решил, так и будет. Армяне пожали Тамир Беку руку, вскочили на своих коней и ускакали. Тамир Бек и Кулихан были в Ода одни. Остальные члены семьи были в другой комнате. — Кулихан, сынок, недавно у нас были армяне, — обратился к сыну Бек. Они приходили сказать мне, что хотят перебраться в Армению. Ты сам видишь, какое у них здесь незавидное положение. Правда, мы все вместе прогнали турецких аскеров, но кто знает. Может, завтра, послезавтра сюда пошлют намного больше войска, чем тогда. Эти люди не хотят, чтобы из-за них у нас с властями возникли проблемы. Они сказали, что пока ничего не случилось, пока из-за нас не пострадало ваше племя, нам нужно уходить. Я понял, что они правы, и согласился. Послезавтра вечером они тронутся в путь. Ты и несколько наших людей должны поехать с ними и провести через границу. Как проведете их, возвращайтесь обратно, — сказал Тамир Бек, глядя сыну прямо в глаза. — Извини, отец, за прямоту, но если ты скажешь мне, иди и бросься со скалы, я тотчас же пойду и сброшусь, — искренне ответил Кулихан. — Вот только жаль, очень жаль, что армяне уходят. Это совсем мне не по душе. — А ты думаешь, твоему отцу это по душе? Как подумаю о том, что армяне уйдут, сердце кровью обливается. Но они правы, другого выхода нет. А вдруг заявятся турецкие аскяры и перебьют всех, и их, и нас заодно. Совсем другое дело, если все курды и армяне Турции стояли бы друг за друг горой. Вот тогда, даже если бы поднялась вся Турция, она не смогла бы с ними справиться. Но из-за некоторых наших и их глупцов во многих краях пошла разрозненность. А именно это и выгодно властям. Теперь вопрос их отъезда уже решен. Послушай своего отца, что я тебе скажу. Прежде всего, будь осторожен. Конечно, ты будешь не один, с тобой поедут несколько наших отчаянных и смелых ребят. Я знаю, через территорию каких племен вы пойдете. Я напишу каждому ага этих племен по бумаге, которую ты передашь лично при встрече. Кроме бумаги, также передай на словах, что, мол, мой отец шлет вам большие приветы и просит вашей помощи в том, чтобы вы помогли беженцам-армянам нашего племени спокойно и без трудностей пересечь вашу территорию. Может, кто его знает, они не разрешат тебе идти вместе с беженцами, но ты на это не соглашайся. Скажи, что отец поручил мне, чтобы я сам перевел их через границу Турции и России. Какой ага-как вас встретит? Придешь и во всех подробностях расскажешь своему отцу. Человек может не забыть и хорошее, и плохое. А хорошего я в свое время делал для них немало. И они не могут пойти против моего слова. Но откуда мне знать? Это жизнь. И может, эти люди изменились и теперь стали послушным орудием в руках властей. Поэтому ты должен быть очень осторожен, сынок. Не будь беспечен и знай, что мы тебя будем ждать. И да поможет тебе Бог. Тамирбек замолк. Кулихан тоже молчал. Оба погрузились в свои невеселые и тревожные мысли. А ты не хочешь ничего сказать своему отцу? Прервал молчание Тамирбек. А что мне сказать, отец? Что было нужно, ты уже сказал. Что касается меня, то я, как твой сын, обязан не уронить честь своего рода и сделать все, чтобы люди знали, чей я сын. Если же нет, то считай, что у тебя нет сына. Я не опорочу твое имя, не допущу, чтобы на него легла хоть малейшая тень. Достану я жертву и твоим глазам. Ты вправду мой сын. Ты весь в нашу породу, — сказал Тамирбек не без гордости. И на том разговор отца с сыном закончился. На следующий день, ближе к вечеру, Тамирбек позвал к себе несколько человек из своего племени, известных своей храбростью и бесстрашием. Когда все собрались, принесли угощение, и после вкусного ужина хозяин обратился к гостям со словами. «Завтра вечером армяне нашего племени собираются и уходят в сторону России. Я созвал вас всех сюда, чтобы сказать, что вы будете сопровождать их до тех пор, пока они не перейдут границу. С вами будет и мой Кулихан, он же будет вашим руководителем. Правда, среди армян есть проводники, но, насколько я знаю, некоторые из вас тоже неплохо знают дорогу. И не дай бог, если с армянами по пути что-то случится, вы должны благополучно доставить их до места и только потом вернуться обратно. «Ну, давайте, вставайте, идите, готовьтесь, чтобы завтра к вечеру все как один при всем снаряжении стояли у моего дома». Вечером следующего дня всадники один за другим подъезжали к дому Тамирбека. Спешившись, они привязывали коней и заходили в дом, все были вооружены. Солнце уже почти закатилось, а вершины гор все еще были окрашены золотистым цветом. Вокруг было безмятежно и спокойно, и только вода в ущелье, пробивая себе дорогу, ударялась о камни и с шумом падала вниз. Тамирбек вышел на улицу оглядеться по сторонам и, решив, что время уже настало, вернулся домой. Через некоторое время он вместе с прибывшими вышел во двор. Немного погодя из конюшни вывели коня Тамирбека, накинули на него поводья, красивую сбрую и седло и подвели к хозяину. Тамирбек легко и ловко вскочил коню на спину, прибывшие последовали его примеру, и Бек, пришпорив коня, поскакал вперед. За ним устремились все остальные, и только Кулихан немного замешкался. Мать обняла его за шею и никак не отпускала. Он силой разжал ее объятия и поцеловал ее руку. Потом посмотрел на молодую жену, стоявшую недалеко, слегка кивнул ей в знак прощания, пришпорил коня и устремился вслед за отъехавшими всадниками. Вскоре он нагнал их и поравнялся с отцом. Это был смуглый молодой мужчина высокого роста, с узкой талией и довольно широкоплечий. Глаза его были большими и черными, а вьющиеся волосы выбивались из-под колоза. Примечание. Колоз. Курдский мужской головной убор. Лицо украшали черные тонкие усы. В седле он сидел ловко и молодцевато, и, казалось, даже сам конь чувствовал, какой непростой у него всадник. И поэтому, гордо подняв голову, горцевал с явным достоинством и даже некоторой надменностью. Отец же украдкой поглядывал на сына и не мог наглядеться. Тамир Бек со своими всадниками достиг деревни Вардана, когда вокруг уже стемнело. Армяне из ближайших деревень тоже были там и, полностью готовые к отъезду, ждали только их. Подъехав к дому Вардана, все спешились. К ним навстречу тут же вышел хозяин и тепло, поздоровавшись, завел домой. Полночь армяне пустились в путь и направились в сторону Армении. Возглавляли и замыкали поток беженцев по несколько вооруженных всадников из курдов и армян и столько же сопровождали эту колонну с обеих сторон. Тамир Бек и Вардан скакали впереди и о чем-то беседовали. Видимо, они оба чувствовали, что это последняя их встреча, и поэтому были откровенны друг с другом. Оба знали, что времени у них осталось мало, и в ту темную ночь на этой узкой горной дороге они говорили и не могли наговориться. Беженцы шли всю ночь и к рассвету достигли границ соседнего племени. Там в одной ложбине было решено остановиться на отдых и со всех четырех сторон выставили караульных. Дым от костров поднимался наверх и тонул в утреннем воздухе. Бардан повернулся к Тамир Беку и сказал. «Тамир Бек, дорогой брат, ты должен возвращаться. Ты нас проводил и вывел за границы своего племени. Мы безмерно благодарны тебе и твоим людям. Ты сделал большое доброе дело, и мы никогда этого не забудем. Я очень прошу своего брата, пусть Кулихан возвращается с тобой. Он молод, устанет, еще намается с нами, а нас, слава богу, столько людей, что вполне достаточно. Ни к чему ему сопровождать нас до конца». «Ни в коем случае». Тамир Бек был непреклонен. «Я же сказал, пока он не переведет вас через границы, он не вернется. Ну что ж, друг Вардан, вам счастливого пути и благополучного прибытия на место. Но знай, мы будем вас ждать. Я верю, что рано или поздно, но голубоглазые русские придут и не оставят нас и вас в этом положении. А уж там, на новом месте, если вдруг зайдет речь, то непременно скажи, что мы, курды, тоже надеемся только на русских. И все-таки я не хочу, чтобы вы уезжали отсюда. А ты думаешь, мы этого хотим?» С горечью отозвался Вардан. «Как и глянусь назад, посмотрю на наши места, сердце огнем горит. Но что поделаешь, другого выхода нет». «Да, нет». С тяжелым вздохом согласился Бек. Оба замолкли, потом посмотрели друг другу в глаза и обнялись так тепло и с такой болью, как два родных брата. Один из которых уезжает на чужбину, а второй остается и знает, что, может быть, они больше никогда не встретятся. Некоторое время они так и стояли, обнявшись. А когда отпустили друг друга, Тамир Бек заговорил первым. «Я упустил одну вещь». «Какую?» Спросил Вардан. «Откуда я знаю?» «Это жизнь. И вдруг случится так, что мы никогда больше не увидимся. Давай попрощаемся как следует». Оба встали напротив друг друга, попрощались, пожали друг другу руки и поцеловались. «Друг Вардан», — сказал Тамир Бек и достал из кармана кесет. «В свое время армяне сделали для меня немало добрых дел. В этом кесете несколько золотых. Возьми и не вздумай отказываться. Вдруг по пути что-то случится, и они тебе понадобятся. А если не понадобятся, ничего, вы идете в чужую страну, где вас может ждать много трудностей. «Бог свидетель, мой заработок честен и чистый, в нем нет ни капли подлости и обмана. Я даю тебе это от всего сердца и уверен, что эти деньги обязательно вам помогут. Пусть это, с моей стороны, будет вкладом в вашу дальнюю дорогу». Вардан запротестовал и хотел было отказаться, но Тамир Бек насильно засунул кесет с золотом ему в карман и, твердо закрыв его рукой, сказал, «Если ты не хочешь, чтобы мы расстались в обиде друг на друга, замолчи». «А это еще и в придачу, да?» Пардан был явно смущен и обескуражен. «Стыдно, перестань. Мы ведь братья, и эта вещь не стоит того, чтобы о ней столько говорить», — возразил Бек. Еще раз они пожали друг другу руки и попрощались. Тамир Бек попрощался со всеми армянами, с кем был знаком, и каждому пожал руку. В конце подошел к своему Кулихану, поцеловал его в голову и сказал, «Не забывай наказа своего отца. Если понадобится, золото не жалей и трать его столько, сколько сочтешь нужным». Тамир Бек отошел в сторону, и вдруг в сердце что-то ёкнуло. Обернувшись через плечо, он с любовью посмотрел на сына. Кулихан стоял там же, ласково смотрел на отца и мягко улыбался. Тамир Бек и несколько всадников вернулись обратно. Чем дальше, тем больше увеличивалось расстояние между ними и тем местом, где остановились на привал беженцы. Несколько раз Бек оглядывался и смотрел в ту сторону. Сперва все было хорошо видно, но постепенно обзор заслонили горы, и привал вовсе исчез из виду. Прошло несколько дней, но никто из уехавших провожать армян не возвращался. В душе Тамир Бека поселились тяжелые и тревожные мысли. «Почему они так опаздывают?» — спрашивал он у односельчан почтенного возраста, и в то же время боялся услышать ответ на тот вопрос, который сам же и задал. «А вдруг, не дай бог, по дороге с ними что-то случилось?» «Потерпи-то, Амир Бек!» «Мир построен на терпении!» «Не волнуйся, подожди немного!» «Ничего страшного нет!» Успокаивали они его. Но Бек не находил себе места. В душу вкралось мучительное сомнение. Его глаза были постоянно устремлены на дорогу, обострившийся по неволе слух ловил любой голос или известие. Но тех вестей, которых он ждал с таким нетерпением, все не было и не было, и тревожные мысли не давали ему спать. Время от времени он начинал обвинять себя в том, что был слишком поспешен и категоричен в своем решении послать Кулихана в такой поход, и горько казнил себя за это. Но в следующую же минуту принимался убеждать самого себя, что поступил верно, а что иначе быть не могло. Одним словом, пытался заглушить угрызение совести, хоть немного ослабить ту боль, которая сидела глубоко внутри. Но больнее всего ему было видеть, как невестка с грустью смотрит на дорогу, и как бы ни хотелось Беку пореже с ней сталкиваться, это было невозможно. Она была членом семьи, и с утра до вечера была дома, хлопача по хозяйству. Вот почему-то Мирбек стремился почаще выходить из дома и бывать в деревне, а если и оставался дома, то предпочитал сидеть в вода и старался не выходить оттуда как можно дольше. В один день, наконец, пришло долгожданное известие о том, что посланники возвращаются. Услышав об этом, Мантамир Бек вскочил и выбежал из дома. Посмотрев внимательно вдаль, он увидел, как снизу, по той самой единственной дороге, медленно поднимается группа всадников. В сердце сразу что-то ёкнуло, и он понял, что-то случилось. Если бы все было в порядке, зачем они стали бы так медлить? — Произошло что-то плохое. — Это точно. — Подумал Тамир Бек, и вообще не продолжал следить за дорогой. Всадники подъехали поближе, и Тамир Бек, содрогнувшись, заметил, что конь Кулихана идет без всадника, а один держит его по воде и тянет за собой. Тамир Бек застыл на месте, как вкопанный. В мозгу что-то стрельнуло, и он все понял. Тело Кулихана уложили на спину коня. Один тянул его за поводья, а другие восклицали «Брау! Брау!» Примечание «Брау! Брау!» По курдским обычаям так восклицают мужчины, когда заходят в дом, где умер мужчина, и били себя по голове. Сбежалась вся деревня, и в сопровождении сельчан горестная процессия направилась к дому Тамир Бека. Коня подвели к двери, сняли со спины тело, занесли в дом и уложили перед Старом. Примечание. Стар. Постельные принадлежности, аккуратно сложенные друг на друга и покрытые ковром или покрывалом. На коня накинули черные платки и одежду убитого и провели по двору. Покойника оплакивали долго, и только тогда, когда первый приступ горя немного стих, и надрывный плащ женщин стал слабее, Тамир Бек повернулся к прибывшим. Расскажите, как все было. Один мужчина средних лет шагнул вперед и глухо сказал, «Хоть бы я был сегодня на месте Кулихана, Тамир Бек. Да слепнут мои глаза за этого храбреца и льва. Мы сражались в бою, и он был крепок, как сталь. Господи, как жаль, это был настоящий мужчина!» Он положил руку на лоб, опустил голову и долго стоял молча. Все замолкли, и даже плача женщин не было слышно. Каждый хотел узнать, как погиб Кулихан. Табачный дым заполнил всю комнату. Был третий день, как мы шли с армянскими беженцами. Он поднял голову, посмотрел потерянным взглядом на стену напротив и продолжил свой рассказ. Мы были уже близки к границе, как натолкнулись на группу турецких аскеров. Мы сказали армянам, чтобы они продолжали идти к реке, а мы тем временем задержим турок. Несколько вооруженных армян остались с нами, а остальные ушли с беженцами вперед. Пока турки приблизились, мы успели спрятаться и занять хорошие позиции, и как только аскяры оказались на расстоянии выстрела, мы открыли по ним огонь. Бой шел довольно долго. Кулихан был рядом со мной, и ни одна его пуля не уходила впустую. Я видел собственными глазами, сколько аскяров он уложил на месте. Турки уже начали отступать, как Кулихан поднял голову и сказал мне, что у него закончились патроны, и попросил у меня несколько штук. И в этот момент... Да сгорит мой дом! Пуля его настигла. Мы прогнали аскяров. Они бежали и оставили на поле боя несколько своих убитых. Пока мы отстреливались, армяне успели перебраться на тот берег. Вардан убивался, и все порывался вернуться с нами обратно сюда, но мы не пустили. Мы попрощались с ним и остальными армянами, взяли тело несчастного Кулихана и вернулись. Да сгорит мой дом! Вот как был убит Кулихан. На следующий день Кулихана предали земле по всем традициям. Прошло несколько месяцев. Жена Кулихана родила сына, и его назвали именем отца. Огромное спасибо дорогим слушателям за внимание. Лично мое мнение, что история во многом всегда повторяется, и во многом похожа, несмотря на разные персонажи, времена, расстояние и географическое положение. Я обязательно прошу наших слушателей оставлять комментарии. Все потому, что я привык отвечать вам лично, и мне действительно интересно ваше мнение, да и просто потому, что это помогает продвижению. Это то самое малое, как вы можете поддержать наше творчество. А также каждый ваш комментарий всегда внимательно читает. Переводчик Нуре Сардарян. А всем и каждому огромное спасибо за поддержку всегда. Моя добрая энергия за поддержку летит прямо к вам. Все рассказы автора слушайте на YouTube-канале актер Костя Суханов в отдельном плейлисте, который так и называется «Амарики Сардар. Курдская проза». А также сейчас в конце я вставлю подробное описание, где можно послушать все аудиокниги в исполнении Константина Суханова. Ну или еще проще меня лично. Для вас с любовью и уважением читал актер Костя Суханов. Дорогие слушатели! Слушать аудиокниги, скачивать их или смотреть эксклюзивные видео-версии аудиокниг можно совершенно бесплатно. Воспользовавшись любым из ресурсов, которые я для вас сейчас перечислю, эти ресурсы являются официальными ресурсами, где аудиокниги выкладываю я Костя Суханов. Удобнее всего, наверное, слушать на телефоне, поэтому начну с Телеграма. Там можно слушать аудиокниги с выключенным экраном у телефона и заниматься своими делами, ну и, конечно, скачать их при желании. Появляются чуть-чуть попозже, чем на YouTube, но YouTube не вечен. Никто не знает, что с ним будет завтра. А Телеграм никуда не пропадет. Обязательно подписывайтесь. Чтобы найти канал с бесплатными аудиокнигами в Телеграм, достаточно в поиске Телеграм ввести аудиокниги читает Костя Суханов. Это канал. Существует также беседка в Телеграм, где 24 часа 7 дней в неделю я нахожусь на связи со слушателями. Очень теплая ламповая атмосфера присутствует. Называется чат «Беседка с актером Костей Сухановым». Добро пожаловать, хорошие люди. Найти меня и написать сообщение напрямую в Телеграм – никаких проблем. Плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь, восемьдесят восемь. YouTube. Канал называется «Актер Костя Суханов». Ресурс «Бусти». Там зачастую аудиокниги появляются даже чуточку раньше. Этот ресурс очень немаловажен для людей, которые хотят поддержать выпуск аудиокниг, находясь за границей, потому что донаты туда работают по всему миру. Просто в «Бусти» вбиваете Костя Суханов. Там будет написано «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Черно-белая фотография с микрофоном и пальцем вверх – это мой лайк вам. Яндекс Дзен. Канал называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Рутуб. Канал Костя Суханов. Группа в «Одноклассниках» называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Группа ВКонтакте называется просто «Аудиокниги». Если не найдете, просто напишите мне в WhatsApp или Telegram плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь, восемьдесят восемь. Я пришлю ссылочки. Сайт акнига.орг. Сайт «Книговухи». Самые популярные специализированные сайты по аудиокнигам. Ищите исполнителя Константин Суханов. По вопросам рекламы, по вопросам эксклюзивных поздравлений для своих близких. Пишите или звоните. Номер телефона – плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь, восемьдесят восемь. Также этот номер привязан к Telegram и WhatsApp. Эти мессенджеры работают, и в них я зачастую отвечаю даже чаще. Потому что во время записи голосовой помощник частенько отвечает за меня. Не стесняйтесь, оставляйте ему свои сообщения, я их услышу. Аудиокниги бесплатны только лишь потому, что именно вы поддерживаете мое творчество. Это наше с вами совместное творчество. Самый простой способ поддержать – это отправить финансовую поддержку по номеру телефона. Плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь, восемьдесят восемь. Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Банк, Юмани. Или же, если вы за границей, то через Бусти. Про Бусти уже говорил. Аудиокниги я записываю только для вас. Каждую темную, а самое главное – тихую ночь. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Актер Костя Суханов.